Мало кто знает, что свою летопись парк Горького начал больше двухсот лет назад. 1805-й Минск, еще обычный губернский город. И на восточной части его окраины решают торжественно открыть губернский сад. В начале 20-го века здесь был летний театр, велотрек, а зимой даже заливался каток. А вот на месте памятника писателю Максиму Горькому был кинотеатр. Он сгорит потом в 70-е. Только в 30-е годы начнут появляться аттракционы. Кстати, первое колесо обозрения было не выше 8 метров, а современное выросло в 7 раз. Спустя десятилетия территория парка Горького разрастется. Появится комната смеха, бильярдные столы, площадка для танцев. Станет и больше каруселей. И с 1960-го парк преобразуют в детский. Парка у нас действительно очень много. Парк, возле которого мы находимся, это парк имени Челюскинцев. 30-е годы, когда Москва чествовала Челюскинцев. Лесной массив, который когда-то назывался Комаровский, назвали парком Челюскинцев. Вот в Челюскинской эпопее участвовал и Отто Юльевич Шмидт. Он наш земляк, могилевчанин. Проход Челюскин должен был пройти по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток. Но в 1934-м попал в ледовую ловушку. Участников рейса тогда спасли летчики. Им первым в СССР присвоили звание Героев Советского Союза. А в память об экспедиции в том же году в Минске Комаровский лес назвали парком имени Челюскинцев. Сегодня это самый зеленый парк столицы. В основном присутствуют хойны, это сосны, основная доля. Ну и лиственные породы, это клёны, липы, каштаны, березы, рябины, талии, которые ведут к могиле, к захоронениям. Там в основном березовые растения. По аллее от главного входа должны были стоять вот эти скульптуры в советской стилистике. Доктор, женщина с мороженым, шахтер. Мог появиться иконно-спортивный центр. Но остановились на кинотеатре «Радуга» и большом танцевальном зале. Многие должны его помнить. Была танцплощадка встречи, и рядом с ней был танцзал. Был паркетный пол. По фотографиям видно, что пользовался он популярностью. Проводили там время Минчане. Ну и вот становление парка. Ещё деревья были не такие высокие, как сейчас. Вот для сравнения можно видеть, какая высота колеса обозрения. Не случайно парк Челюскинцев взят под особую охрану государством. С 2001-го это материальная историко-культурная ценность страны. И неизменно центр притяжения Минчан. Тут очень много красивых локаций, очень красивых мест. Катаемся на велосипедах, гуляем. Отличное место. Парк Челюскинцев, Горького, Купалы, Победы. Мест, где можно сделать яркие кадры, прокатиться с ветерком по орбите или просто развеяться. В Минске несколько десятков. И безусловно, каждая хранит свою историю и становится частью наших воспоминаний. Юлия Токаря, Анатолий Долотовский и Алексей Юнош прогулялись по паркам твоего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова